Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы поделиться последними новостями. И сейчас коротко о событиях нашего региона. Дом вверх дном. Жил ли Константин Цалковский в том здании в центре Рязани, которое собираются сносить? Фобия или реальность. Даже скрежет в шахте лифта свидетельствует о том, что оборудованию требуется проверка. Ситуация с рухнувшим в Рязани лифтом получила продолжение. Эксклюзивные автомобильные номера с собственным именем. Миф или реальность. И о том, какие требования к регистрационным знаком будут введены с нового года. Новость, обсуждаемая в последнее время в Рязани, касается старинного здания. По легенде, дом Константина Цалковского должны сносить. Но действительно ли в этом здании когда-то жил основоположник космонавтики? Теперь этот вопрос в первую очередь начал волновать общественность и правительство региона. Подробнее о скандальном доме в следующем материале. Информационные войны развернулись вокруг дома номер 40 по улице Вознесенской. После выхода ряда тревожных материалов в поддержку дома, в котором прошло детство ученого с мировым именем, в социальных сетях опубликовали материал, ставящий под сомнение этот факт. И прикрепили справки БТИ, в которых дом датируется 1918 годом постройки. Вот план. Согласно плану, по документу проходит 161. Вот оно идет до угла. То есть мы вот здесь стоим. До угла идет 161 и дальше 180. Это все усадьбы Калеминах. А потом были другие владельцы. О том, что семья Циолковских несколько лет проживала в усадьбе Калемина, известно достоверно. А вот где именно располагалась усадьба, долгое время установить не могли. Между тем, на настоящий момент историкам и краеведам удалось точно вычислить, что это именно тот пресловутый дом на Вознесенской. Общественники, градозащитники вооружились всеми необходимыми документами, подтверждающими. Это та самая усадьба Калемина. А сейчас очень часто в прессе и в различных репортажах звучат годы постройки зданий в Рязани 1917-1918 года. Причем это относится как к зданиям, которые не являются объектами культурного наследия, так и к зданиям, которые числятся в реестре памятников. Но самое главное, что эта дата неверная. В связи с тем, что она была взята из паспортов БТИ, которые были составлены в первые годы советской власти. Разумеется, БТИ не исследовательская организация, и выяснять в настоящее время постройки того или иного здания им не было смысла. На своеобразную подготовку Рязани к юбилею великого ученого отреагировали не только местные деятели науки и культуры. В администрацию города обратился с письмом президент Федерации музеев космонавтики, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков. Решение рязанских властей дошло до космоса на МКС. По информации федеральных СМИ, супруга одного из космонавтов, узнав о планируемом сносе дома, Циолковского заявила, что намерена известить работающих в космосе героев о происходящем в Рязани. Узнала о скандале и правнучка ученого Елена Тимошенкова. Цитата. Очень грустно, жалко и тревожно, потому что не так много памятников Циолковскому в России. Дело в том, что его жизнь скупа на внешние события. И есть только два-три города, которые отмечены его именем. Именно в Рязани, где прошло его детство, откуда он потом уехал и куда приехал снова, будучи уже молодым человеком, появились первые астрономические чертежи. Вот в этой Рязани практически кроме памятника нет ничего. Для россиян все, что связано с космосом, с именами Гагарина, Королева, Циолковского – предмет национальной гордости. Слова, принадлежащие президенту страны Владимиру Путину. Их он произнес на выступлении в городе Королеве в 2011 году. Народную память о жизни великого ученого в Рязани, несмотря на это, уже много лет местные чиновники пытаются предать забвению. Сам Бог ракетчикам велел заступаться. Это Константин Владимир Сиолковский, он основатель практической космонавтики. И здесь я считаю, точка зрения не только нашего совета ветеранов ракетных войск, а городских властей, не разговор как снести, а советуется с людьми. При этом здание неоднократно осматривали активисты. Судя по всему, его можно не только сохранить, но и восстановить. Ученый с мировым именем, это даже не Сергей Есенин, которого мало кто за пределами России знает, это ученый с мировым именем. И мы, имея такое богатство, вот так его разбазариваем. В результате резонанса, дошедшего до космических высот, в ближайшие дни сноса дома Циолковского не будет. Отложили на 90 дней. Госинспекция по охране памятников будет проводить экспертизу, разбираться в ситуации. Тем временем продолжается сбор живых реальных подписей под открытым письмом в адрес главы администрации города Рязани о снятии стендера здания и поиске путей его реконструкции. Продолжается и торг. По некоторым данным, цена на тендер снизилась до 500 тысяч рублей. Ситуация с сорвавшимся лифтом в жилом доме на улице Павлова получила продолжение. После выхода в эфир нашего сюжета на проблему отреагировали правоохранительные органы. Доследственная проверка по факту происшествия началась сегодня. В ходе данной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. Что на самом деле произошло с этим лифтом? Действительно ли женщина, которая находилась в момент инцидента в лифте, получила телесные повреждения? Все это будет установлено следователями в ходе проверки. Кроме того, при необходимости следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, которые должны обеспечивать безопасность лифтового хозяйства. В свою очередь представители средств массовой информации, как и общественность, разделились на два лагеря. Одни утверждают, что лифт не сорвался, а просто резко затормозил. Другие придерживаются позиции пострадавших, которые, в свою очередь, могут претендовать на возмещение ущерба, принесенного им в результате произошедшего. И дополнительно, кроме требования о возмещении вреда здоровья или имущества, вправе требовать компенсацию морального вреда за нравственные физические страдания. Очень часто люди жалуются на то, что бессистемно происходит отключение лифтов. Иногда происходит то, что вешается объявление, что вы должны собрать деньги, как правило, наличными, передать там старшему дому, чтобы он заплатил в управляющую компанию, для того, чтобы был произведен очередной ремонт. Данные объявления носят незаконный характер. Если вчера говорилось о том, что происшествие на улице Павлова, 12, это типичное поведение лифта и даже не поломка, то сегодня рязанцам стоит напомнить о том, что любое некорректное поведение лифта может говорить о серьезной проблеме в оборудовании. Если вдруг лифт приезжает не на тот этаж, который был указан на кнопке, внутри кабины слышен скрежет или грохот, доносящийся из шахты, происходят резкие рывки и неожиданные изменения в скорости движения лифта, а также если уровень пола лифта при открытии его дверей имеет расхождение с уровнем пола подъезда более чем на 5 сантиметров, все это должно стать тревожным сигналом для горожан. Любое из перечисленных признаков дает право рязанцам обратиться к обслуживающей лифт компании, чтобы та в свою очередь провела проверку оборудования. А если вы оказались заложником положения, к примеру, застряв в лифте, лучше всего сразу звонить на пульт службы спасения. Напомним по номеру 112. В следующем году красивые автомобильные номера начнут продавать официально. Любой желающий обладать тремя восьмерками или так называемыми зеркальными номерами сможет приобрести их на аукционе. Кроме того, Росстандарт с нового года планирует поменять требования к регистрационным знакам. Подробнее в материале Галины Ершовой. Регион 62. Если нужен регион 190, допустим, мы это вынимаем и делаем вот единицу 9-0. Все. Потом сюда закладывается пластина и это все идет под пресс. Затем номер протягивают через пленку. Вся процедура занимает 5-7 минут, но распространяется только на дубликаты номерных знаков. Их выдают тем, кто потерял или испортил свой основной номер. Новые регистрационные знаки приходят в Рязань в запечатанных коробках с московского завода. И уже в 2018 году граждане увидят их в новом дизайне. Разработкой занимаются специалисты Российской автомобильной федерации. Они планируют заменить металлический номер на полимерный, сделать особые отметки для ретро и спортивных машин. Но главное – новый формат. Данные теперь можно будет вносить и в одну строку, как раньше, и в две. Такие почти квадратные номера уже были в Советском Союзе. Сначала белые на черном фоне, потом наоборот. Также специалисты предлагают полностью отказаться от кода региона. Дело в том, что в крупных городах их катастрофически не хватает. В Москве уже 6 кодов и требуются дополнительные. В Рязани такой проблемы пока нет. В настоящее время в подразделении госавтоинспекции при осуществлении регистрационных действий выдаются государственные регистрационные знаки с обозначением кодового региона 62. Проблем с нехваткой номеров нет и в ближайшее время не будет. Свой вариант регистрационных знаков подготовила и студия Артемия Лебедева. Дизайнер предлагает вместо числового обозначения региона использовать герб области. Также в номере будут присутствовать две цифры и четыре буквы из латинского алфавита. Причем не все. Дизайнеры исключили символы, которые на слух воспринимаются одинаково и пишутся похоже. Под запрет попали H, P, Q, S, V, W и ряд других букв. Таким образом, в новом формате будет 4,5 миллиарда вариантов, которых хватит на ближайшие 100 лет. А вот за красивые номера, возможно, скоро придется побороться на аукционе. Соответствующий законопроект о государственной регистрации транспортных средств будет утвержден после Нового года. Правила аукциона еще предстоит разработать Министерству экономического развития. Однако новые разработки не должны пугать рязанцев. Использование государственных регистрационных знаков, выданных ранее, в нашей стране не запрещено. То есть гражданин может управлять транспортным средством, на который установлены государственные регистрационные знаки старого образца. Таким образом, изменения коснутся только новых номеров. Обогатив историю России новыми форматами. Какой вариант победит, узнаем в октябре 2018 года, во время утверждения национального стандарта регистрационных номерных знаков. Наглости и аморальности мошенников можно удивляться ежедневно. Очередной случай, произошедший в Рязанском регионе тому подтверждение. Жительница Скопинского района решила получить дополнительный доход. Для этого она незаконно причислила себя к пострадавшим во время Чернобыльской катастрофы. В результате мошенница определенное время получала дополнительные льготы. Подробнее в материале Марина Комиссаровой. Поселок Скопинского района относится к числу регионов, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Местным жителям положены социальные выплаты от государства. Льготникам выдают повышенные ежемесячные пособия по уходу за ребенком и компенсируют расходы на питание на молочной кухне. Чем больше в семье детей, тем больше выплаты. Суммы набегают немалые. Неудивительно, что находятся желающие подзаработать. Но рано или поздно незаконно полученные деньги приходится возвращать. В практике Скопинского района Лосударь-Рязанской области имело место одно уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. В отношении жительницы города Скопина, которая была зарегистрирована, но на самом деле не проживала в сельском поселении, находящемся в зоне с льготным социально-экономическим статусом. И не имела права на получение пособия на детей в двойном размере. Судя по справкам, женщина и двое ее детей проживали в деревне, находящейся в зоне радиоактивного загрязнения. Проверка доказала, что живут они в другом селе, не обладающем льготным статусом. Выходит, мать сознательно обманывала государство, незаконно получала ежемесячно полторы тысячи рублей на одного ребенка и три тысячи на второго. Своей вины женщина не признала. Утверждала, что собирается жить по месту регистрации. Хотя в суде удалось доказать, что для проживания адрес прописки совсем не пригоден. С приговором о 29 июля 2016 года Д. признана виновна в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 прим. 2. К наказанию в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев. На основании акта объявления о миссии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне, она освобождена от назначенного наказания со снятием с ней судимости за указанное преступление. На полную мощь маховик правосудия закрутился после того, как в конце 2012 года были внесены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации. Главу 21 дополнили шестью статьями, предусматривающими ответственность за разные виды мошенничества. Статья 159.2 Уголовного кодекса предусматривает наказание за мошенничество при получении выплат. Под нее как раз и попадают чернобыльцы. В отдельную статью такие преступления свели потому, что их по стране немало. Многие осужденным даже сочувствуют. Во-первых, часто на обман идут не просто многодетные матери, а матери-одиночки, которым действительно тяжело расти детей. Во-вторых, много лет государство смотрело сквозь пальцы на подобные дела, что породило чувство безнаказанности. Рязанцы привыкли к регулярным фактам обнаружения и изъятия суррогатного алкоголя в заведениях и магазинах города. И теперь гражданам предстоит пережить всплеск подделки сезонной продукции. Сотрудники полиции пресекли работу цеха по разливу контрафактной незамерзающей жидкости. Подробнее обо всем в следующем материале. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ОМВД получили информацию, что в складских помещениях, расположенных на окраине Рязани, оборудован цех по производству жидкости с низкой температурой замерзания. Представители правоохранительных органов сразу отреагировали и выехали на место с проверкой. Полицейские выяснили, что незамерзающую жидкость, производимую без каких-либо сопровождающих документов, реализовывали по всей области. Полицейские установили, что подпольный цех организовал 44-летний рязанский предприниматель. В рамках осмотра было обнаружено оборудование для производства незамерзающей жидкости, автоматизированная линия для ее разлива и готовая продукция. Всего сотрудники полиции изъяли более 91 тонны поддельной незамерзайки. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. В отношении злоумышленников, в свою очередь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Создать доступную среду для детей с синдромом аутизма. Такую задачу поставили перед собой родители этих детей. Семья, где растет ребенок с аутизмом, оказывается заперта дома в четырех стенах. Иногда мамы не могут сходить со своими детьми в театр, кино или кафе, потому что их выгоняют оттуда за плохое поведение ребенка. Но если бы в этих заведениях были всего-навсего наушники и утяжеляющая жилетка для особенных детей, никаких проблем бы не возникло. Накануне родители со своими детьми, страдающими аутизмом, впервые сходили в кинотеатр. Для большинства специализированный показ – это муравьиный шаг. Но для людей, работающих в сфере помощи больным аутизмом, этот шаг огромный. Галина Ершова продолжит. Духовная поддержка и новые впечатления. Сегодня состоялся первый в Рязани показ фильма для детей-аутистов. Многие из них впервые были в кинотеатре, а кто-то и первый раз в торговом центре, среди эскалаторов, лифтов и большого числа людей. Юные зрители с непростым диагнозом посмотрели мультфильм «Бременские разбойники». Посещать обычные сеансы им сложно из-за особенностей поведения. Ребята гиперактивны и быстро устают, поэтому во время сеанса они периодически бегают, прыгают и играют. Также в зале не выключают полностью свет и более тщательно подходят к громкости звука. Звук делается потише, потому что очень громкий обычно звук. У нас дети есть обычные, но как бы нормально влияют, на звук не реагируют, а есть звуковики так называемые, дети-аутисты, которые, если очень громко для них, у них может начаться истерика. Этот сеанс организовали сами родители. Сейчас инициативная группа состоит из 20 семей, но в Рязани аутистов намного больше и сталкиваются они с разными проблемами. Например, походом в школу. Родителям предлагают или надомное обучение, или обычные классы, но взрослые боятся, что их гиперактивные ребята будут мешать проведению занятий и вызовут непонимание сверстников и гнев их родителей. Необходимо создать условия. Это и наличие специалистов, которые кроме учителя будут заниматься, потому что там необходимы тьютеры, там необходимо присутствие медицинских работников постоянно, там необходимо присутствие психологов, дефектологов, логопедов. Вот сейчас совместно с городским управлением образования просто будем анализировать и все-таки смотреть, где у нас есть эти специалисты, с тем, чтобы мы могли помочь этим детям начать обучение с 1 сентября. Работа ведется, дети растут. К сожалению, для них не предусмотрены адаптированные спектакли в театре или представления в цирке. Родители надеются, что этот показ станет первой ласточкой в изменении ситуации. Я очень довольна результатом, тем, что мы вообще куда-то смогли выйти, потому что у нас в Рязани с этим, конечно, существуют большие проблемы. Нам понравилось. Он внимательно сначала смотрел, улыбался. Ну где интересные места? Ну, в общем, реакция хорошая у него была. Подобные мероприятия помогают детям не замыкаться в себе и легче справляться с болезнью. Им еще многое нужно узнать. Ведь даже такое простое действие, как поход в магазин, становится для них настоящим испытанием. Чтобы дети-аутисты стали полноценными членами общества в будущем, им требуется помощь уже сейчас. На данный момент это все. Следите за новостями на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова